Самурай, ответьте, пожалуйста, что такое кибертирания и что такое кибернародовласть для чайников. Отвечаем просто, что такое кибертирания. Это обычная такая же тирания, как и во все времена была в мире, только удерживаемая при помощи всяких кибернетических примочек. То есть не при помощи нукеров с топорами, а при помощи роботов, различных программ, видеокамер. То есть тех вещей, которые заставляют человека поступать так, а не иначе. Начиная от ошейника, который могут ему просто прицепить на шею и сказать, что там шаг в сторону, побег, и бабах, башка отлетела, как в страшных антиутопиях. И кончая, в общем-то, уже вхождением в мозг, в головной, вживлением туда чего-то и деланием из этого человека такого кибернетического механизма очень послушного. Что такое кибернародовласть? Кибернародовласть – это использование тех же самых абсолютно примочек, чтобы держать в узде государство, чтобы народ мог управлять самим собой, во-первых, а во-вторых, управлять государством, чтобы это было государство принадлежало народу. То есть, чтобы все возможные, так сказать, движения чиновников отслеживались, мало того, что эти чиновники, чтобы находились на своих постах один срок, они еще были под абсолютным контролем и под абсолютным надзором. Поскольку, когда прокуратура осуществляет надзор, это полная херня. А когда осуществляет надзор народ, и мы видим, как в интернете это происходит, да, когда народ выкапывает все, никакая прокуратура ничего выкопать не может. Народ выкапывает все, и он имеет очень мало доступных, так сказать, камер и имеет возможности очень мало, но даже при этих минимальных возможностях он получает почти стопроцентную информацию. А представьте, если мы везде развесим камеры, то есть сделаем такое же киберобщество, только управляемое народом. То есть все совершенно одинаковое, модель одинаковая, все контролируется тотально, только в одном случае народ это делает, в другом случае тиран. Вот и вся разница между кибертиранией и кибернародовластием, да, чтобы никто не засиживался при кибернародовластии, поэтому один срок люди должны находиться на ведущих каких-то руководящих постах. Даша, скажите. Вопреки свободе. То есть такие начинаются, знаешь, эти закидывания. То есть ребята, жить хотите, стоило. А помнишь, мы же предупреждали об этом, как раз в разговоре с тобой еще в конце января, начале февраля говорили как раз, что будут обсуждать китайскую систему. Еще Китай ничего не сделал, но я говорил, и ты, в общем-то, соглашался с этим, потому что это было очевидно, что, ну, Китай, так сказать, явит миру примеры, все будут показывать. Вот посмотрите, как Китай, надо закрыть все клапана и все, и народ по стойлу разогнать, и все будет хорошо. Ну, сейчас Республика Ичкерия показывает пример, я так понимаю, в этом плане. Ну, да, там с палками видели, наверное, всех, как в Индии. В Индии показывают, как палками гоняют, люди сидят на мотоцикле, подходят палками, молча начинают бить, чтобы они соблюдали карантин. Я так понимаю, что в Чечне тоже самое, там ходят сейчас с дубиналисами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok